Встреча с военно-медицинским вертолётом Сегодня вертолёт имеет явное преимущество перед другими видами транспорта Бывают случаи, когда каждая минута дорога, поэтому вертолёт будет тем средством, которое в руках врача, занимающего эвакуацией, спасёт жизнь пациента Вертолётная площадка в госпитале появилась в 2016 году Здесь созданы условия для принятия вертолётов с ранеными на борту и эвакуации пострадавших в другие лечебные учреждения Это была сложная, кропотливая работа, которую руководство госпиталя выполнило И вот начиная с этого момента мы уже были готовы, как принимать вертолёты на себя с поражёнными, с какого-то происшествия, с ДТП Так и в качестве межгоспитальной эвакуации, то есть от себя на следующий этап эвакуации Для нас следующим этапом является наш центральное главное учреждение, 3-й госпиталь имени Вишневского Компактный, маневренный, удобный в управлении военный вертолёт К-226 Он регулярно совершает экстренные вылеты Сегодня вертолёт принял на борт больного с тяжёлыми травмами и должен доставить его в другое лечебное учреждение Все члены экипажа работают слаженно и оперативно Важно не потерять драгоценные минуты Пациента подключают к необходимым датчикам и медицинской аппаратуре, чтобы в ходе полёта непрерывно контролировать его состояние Пациент подключен к вертовой сети, проводится мониторирование, то есть мы видим все его жизненные показатели Электрокардиограмма, давление, пульсоксиметрия В состав вертолётной бригады входят врачи Среди них обязательно присутствует анестезиолог-реаниматолог, который должен вовремя реагировать на изменение состояния пациента Задача анестезиолога-реаниматолога при таких мероприятиях, в частности, это медицинская эвакуация, авиаэвакуация Это, во-первых, наверное, сохранить жизнь пациента Мы контролируем все жизненно важные функции органов пациента Все критические ситуации, которые могут возникнуть на высоте, специалисты предотвращают ещё до вылета В таком случае эвакуации пострадавшего ничего не угрожает Пока это учебные мероприятия Но вертолёт всегда готов вылететь на помощь в реальных случаях Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово»